Лучшие и совсем молодые легкоатлеты находятся на сборах в Сочи. Они заехали 1 апреля, другие уже тренировались здесь в марте. Сочинская база Югспорт их вполне устраивает, радует еще и погода. Несмотря на то, что звезды легкой атлетики были лишены возможности выступать на Олимпиаде летом 2016 года в Рио, их настроение вполне боевое. Ну и вроде бы осталось три года, но это уже очень мало до следующих Олимпийских игр. Мы сейчас спустились в гор. В Киргизии были месяц. Там была погода, конечно, похуже. Здесь мы первый раз разделись в футболках, в шортах бегаем уже. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату России. Он пройдет этим летом в подмосковном Жуковском. Этот турнир станет отборочным на чемпионат мира в Лондоне. Очень жду одобрения наших заявок. Ну а в первую очередь хотелось бы, чтобы допустили всю сборную, всю федерацию. И мы тренируемся в обычном режиме, как будто бы ничего не произошло. С надеждой смотрим в будущее и очень верим, что нас не только, как нам говорят, в ноябре выпустят, намного раньше мы сможем показать то, что здесь наработали на сборах и посоревноваться на международных аренах. Вера Рудакова – мастер спорта международного класса. Она тренируется в беге на 400 метров с барьерами. В 2009 году на юниорском первенстве стала чемпионкой мира. В 2013 году на международном чемпионате Европы. В 2014 и 2015 годах – бронзовый и серебряный призер чемпионата России. Главное, признается Вера, погода в Сочи хорошая и отличный стадион, где ежедневно проводятся тренировки. База сейчас практически новая. Одна из нескольких баз, которые находятся у нас в стране. Прекрасно оборудована не только стадионом, но и медицинским центром. Очень прекрасно установленные мероприятия. И в это же время в федеральном центре единоборств «Югспорт» проводятся активные тренировочные сборы российской команды по фехтованию. Она готовится к чемпионату России, который пройдет в Арсамасе в середине апреля. Здесь находятся лучшие спортсмены. Поэтому сборная команда – на той сборной команде. Выделять кого-то из команды. Чемпионат мира покажет среди них. Выделят они сами себя или нет. А чемпионат России по фехтованию – это отборочный старт. Впереди еще серия международных выездов. Затем уже чемпионаты Европы и мира. Только четыре фехтовальщицы будут представлять нашу страну на международном уровне.